Всем привет, вы смотрите новости ММА, а меня зовут Андрей Антонов. И все же, друзья, Добронгс, такое прозвище у Чарльза Оливиры, побеждает неожиданно для многих Дастин Парье. Подбородок Оливиры определенно был проверен в этом бою, особенно в первом раунде. Но если была физическая демонстрация, как говорят, быть как вода, Оливиро определенно сделал это в поединке с Парье. Есть у нас реакция, мы говорили в прошлом выпуске про реакцию Хабиба, а в этом поговорим про Майкла Чендлера. Для бывшего претендента на титул чемпиона в легком весе Майкла Чендлера, то, что показал Дастин Парье во втором и в третьем раундах, это совсем не то, что от него ожидалось. Чендлер объяснил свою позицию в нескольких твитах, написал А вот здесь Джастин Гэджи и Чарльз Оливиро обнимаются, сразу после поединка. Гэджи не был уверен, что Оливиро победит на этом турнире, и, соответственно, результат его приятно удивил. Вот его слова, это было чертовски круто, честно говоря, это было потрясающе, это было абсолютно прекрасно, у меня нет ничего, кроме уважения к Оливире. Чарльз Оливиро не понимает по-английски, поэтому его переводчик рассказал ему суть. По словам данной Уайта Гэджи, станет следующим претендентом на титул Оливиры. UFC 269. Семь бойцов получили премиальные чеки по 50 тысяч долларов. Как видим, друзья, два года Дастин Парье ждал своего следующего титульного шанса в поединке с Оливирой. У него не получилось завоевать титул, но Дастин не расстраивается. В своем новом заявлении, сразу после поединка, Дастин отметил, что хотел бы пожертвовать 20 тысяч долларов родному городу Оливиры, откуда тот родом. И выбор, куда пойдут эти деньги, на помощь конкретно какой общине, он предоставил Оливире. И в этот раз Дастин Парье показал себя с очень хорошей стороны. Мы все прекрасно знаем, что он занимается благотворительностью, помогает жителям родной Луизианы. Этим он заслужил очень большую любовь болельщиков. У Джулианы Пенни получилось сделать то, что не смогли сделать Ронда Роузи, Крис Сайборг и Холли Холм. Она победила Аманду Нунис. Но хороша ли эта победа с точки зрения бизнеса? Историческая, по-другому не скажешь, победа Джулианы Пенни над Амандой Нунис стоила Даня Уайту мегамиллионного поединка против Кайлы Харрисон. Сейчас подробнее об этом. Кайла Харрисон, кстати, присутствовала на турнире в первых рядах. Вот здесь ее видно очень хорошо. Все прекрасно понимали, что в случае победы Нунис Дана Уайт мог бы организовать этот поединок. И в итоге перспективный поединок мог бы побить все рекорды пей-пер-вью. Вместо этого Нунис была повержена. Сейчас на Нунис нет никакого давления после слов Даны Уайта о том, что она получит свой реванш. Сейчас ей нужно восстановить силы, передохнуть, посвятить время своей семье. А дальше будет видно, как говорится, время расставит все на свои места. Не обошлось и без курьезных случаев. Майкл Кьезо получил травму после того, как побежал в октагон, чтобы поздравить свою приятельницу Джулиану Пеньюс. Из того, что стало известно, по пути Кьезо споткнулся, упал на лицо и получил рассечение. А дальше все как в голливудском фильме. Дана Уайт объясняет, почему Кьезо вытащили полицейские друзья. Прямо с турнира и прямо на улицу. Давайте послушаем слова босса UFC. Нет-нет, он не ввязывался в потасовку. Не говорите такие вещи. В этот вечер Кьезо выпил слишком много. Когда Пенья победила, он обрадовался, попытался прыгнуть в октагон, упал по пути прямо на лицо. Он порезал глаз или что-то около глаза. Тогда он начал спорить с полицией, что ему нужно попасть в октагон, быть рядом со своей приятельницей. Полицейские вытащили его, вытащили на улицу и успокоили его там. Я вернулся, поговорил с ним минуту. Все закончилось хорошо. Это были слова Даны Уайта. А вот на этом видео мы можем посмотреть, как Кьезо выпрыгивает через ограждение и направляется к октагону. Поздравляем Пенью с исторической победой. Это было красиво. Двигаемся дальше. А еще новость про Коннор Макгрегор и Нейта Диаса, которые закусились в Твиттере сразу после проигрыша Дастина Парье. Первым выпалил Диас. Он написал, как Коннор позволил Парье отчехвостить его уйму раз, он отстой. Затем Коннор ответил, сказал, что это была нелепая ночь для Бриллианта. Ты длинная струя мочи. Он отхватил, но ему дважды повезло. Вот и все. Что есть, то есть. Постыдная ночь для него. Этот закрытый гард. Что, черт побери, это было? Вау, шокирующе. Диас и Макгрегор имеют общую историю с Парье. Диас чуть не подрался с Парье в 2018 на UFC 230, но тогда Парье пришлось сняться из-за травмы. С тех пор Диас все так же намекает на поединок, но дальше слов дело не идет. У Макгрегора совсем другая история. Они три раза с Парье встречались в октагоне, два из которых Коннор проиграл Дастину. Значит ли это то, что нас ждет еще более интересная развязка событий? Возможно, Нейт Диас подерется с Дастином Парье, или Коннор Макгрегор таким уже привычным образом привлекает к себе внимание и к их четвертому поединку с Дастином. Мы об этом всем узнаем в ближайшее время. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите комментарии. А мы увидимся в новых выпусках. Всем удачи, до скорого, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok